Сегодня я поговорю, на самом деле, очень кратко про базовые навыки коммуникации, которые помогут абсолютно любому доктору, не обязательно онкологу, эффективно и, самое главное, просто для себя выстроить коммуникацию. Поговорим о том, как можно обучаться навыкам общения и какие критерии оценки существуют. Прежде всего, врачи стараются принимать решения, когда это возможно, по принципам доказательной медицины. Известна так называемая триада доказательной медицины, которая была впервые предложена в 1996 году Дэвидом Сакетом. Это британский доктор, который является сноположником. И доказательная медицина состоит из трех частей. Это лучшие научные исследования по тому вопросу, который мы хотим решить. Это опыт доктора, поскольку даже самые лучшие клинические исследования, опубликованные в самых лучших международных журналах, это только всего лишь часть. И личный опыт врача очень важен. И предпочтение пациента и мнение пациента о своем заболевании, о той проблеме, с которой он обратился к доктору. Так вот, именно предпочтение пациента и его идеи тревоги и ожидания мы можем выяснить только непосредственно при общении с пациентом. В 1996 году была предложена модель медицинской коммуникации, которая в настоящий момент используется во всем мире для непосредственно общения доктора и пациента, для проведения научных исследований в области коммуникации в сфере здравоохранения, а также для проведения различных образовательных программ, начиная от университета и заканчивая различными программами после дипломной подготовки. Калорикемическая модель медицинской консультации состоит из трех основных блоков. По центру это самая обычная консультация, которую мы, как врачи-онкологи, проводим с пациентом. Начинаем с первоочальный контакт, начало консультации, сбор анамнеза, осмотр пациента, разъяснение информации, восстановление предварительного диагноза. Но помимо этого, калорикемическая модель подозревает еще две очень важные вещи. Первое – это обязательное соблюдение структуры консультации, которая, с одной стороны, позволяет нам получить информацию от пациента как можно более полную и точную, с одной стороны. С другой стороны, позволяет пациенту наиболее лучше понять и запомнить информацию, о которой мы говорим. И эти навыки структурирования позволяют нам понимать, в каком месте консультации мы находимся с пациентом. И третья, наверное, важнейшая часть коммуникации – это выстраивание доверительных отношений. Поскольку пациент, когда первоначально приходит к доктору, у него есть определенный базовый запас доверия к доктору. Ведь если бы его не было, он бы мог бы либо вообще не обращаться к доктору, либо использовать какие-то нетрадиционные методы лечения. Если бы говорить о начальной медицинской консультации, то она состоит из трех больших этапов. Это непосредственно подготовка к медицинской консультации, установление первоначального контакта с пациентом, когда мы его видим в первый раз, и определение причины обращения, основной причины, по которой к нам пациент обратился. Подготовка к консультации заключается в следующем. На самом деле самое важное перед первоначальной встречей пациента, особенно если это первая встреча с пациентом, необходимо сделать так, чтобы вас ничего не отвлекало от пациента. Поэтому базовые рекомендации – это отложить последнюю задачу, обеспечить уровень своего личного комфорта и подготовить все необходимые материалы, например, медицинскую документацию, диагностические изображения, если, конечно, это возможно. Также полезным навыком является, если у вас есть заранее материалы, с которыми вы можете ознакомиться до первичной встречи с пациентом, например, провести какую-то заочную консультацию, тогда это вам поможет лучше спланировать предстоящую беседу. Этап установления контакта состоит из нескольких шагов. Это этап приветствия, когда мы приветствуем пациента как вербально, так и невербально. Вербальным приветствуем «Здравствуйте», «Добрый день» или любым другим социально приемлемым способом приветствия. Также очень важным моментом является невербальная коммуникация. Прежде всего, это соблюдение зрительного контакта. Поскольку, когда мы смотрим на пациента, нам интересен пациент. Если мы смотрим медицинскую документацию, которую нам предоставят, то нам интересна она. Второй шаг – это необходимо представить себя пациенту. То есть рассказать пациенту свое имя, отчество, и определить свою роль, кто вы в медицинской судьбе пациента. Лечащий врач, врач-консультант или любой другой работник здравоохранения. Нужно уточнить, как можно обращаться к пациенту. В ситуации, когда вам заранее известно имя пациента, например, вы ведете амбулаторный прием, и в медицинской информационной системе в вашем расписании уже видно, какой пациент придет вам на назначенное время, это одна из ситуаций. В принципе, вы уже знаете. Но уяснение, как можно обращать пациента, имеет очень важный момент с позиции выстраивания доверительных отношений. Здесь ли доктор спрашивает простой вопрос, как можно к вам обращаться, он показывает тем самым, что ему не все равно на пациента, и это свидетельствует о том, что доверительное отношение к такому доктору, со стороны пациента, будет намного выше. Ну и забота о комфорте пациента. Самые простые способы, как это сделать. Например, предложить пациенту присесть, особенно если у вас в кабинете несколько стульев, и показать, чтобы он не искал и не смущался. Если он заходит с родственниками, то также показать, где могут они сесть в вашем кабинете для продолжения консультации. Выяснение информации. Определение причин обращения при первоначальном контакте с пациентом очень важно. И существует такой последовательный цикличный алгоритм, который поможет сделать это наиболее эффективно, с одной стороны, и с другой стороны, наиболее комфортно для нас, как докторов. Прежде всего, необходимо задать открытый вопрос, который предполагает, что пациент в ответ на наш открытый вопрос может рассказать, ну, в большом счету, все, что он хочет. Он предоставляет свободу. И пациент в ответ на наш открытый вопрос может высказать всю свою историю, все свои проблемы, тревоги, с какими он пришел к доктору. Очень важно при этом, при ответе пациента, не перебивать. Использовать навыки активного слушания, которые позволяют нам, ну, во-первых, получить информацию от пациента, от пациента, зачем он к нам пришел. А второй – это очень важный момент со стороны доверительных отношений. Пациент приходит к нам с определенной проблемой. Он хочет задать доктору вопросы. И если доктор начинает прерывать пациентов, его перебивать, то пациент просто не успевает выполнить эту свою задачу, рассказать доктору о всех своих проблемах. Так, например, классическое исследование 1984 года, проведенное Ричардом Бекманом, показало, что в среднем врачи прерывают пациента через 18 секунд после того, как доктор задал им открытый вопрос. И самый частый способ, как они это делают, это задают уточняющие вопросы. То есть начинают уточнять жалобы пациента, не дождавшись того момента, как пациент закончит свою фразу. И в том же исследовании была дана такая информация, что чем дольше мы слушаем пациента, тем больше полезной информации для выставления диагноза пациент сможет нам выдать. И кроме того, если вам кажется, что если мы позволим пациенту не перебивая выслушивать его, это будет длиться очень долго, так вот данные того же Ричарда Бекмана говорят о том, что максимальное время составляет около двух минут. Да, безусловно, встречаются пациенты, которые могут отвечать на ваш открытый вопрос очень долго, но все-таки это менее двух пациентов случаев. После того, как мы выслушали пациента и поняли приметную проблему у пациента, необходимо обобщить информацию, все, что он нам сказал, и создать некий такой краткий список проблем, с которыми можно работать. Навык скрининга, который заключается в том, что мы задаем пациенту вопрос, а может быть что-то еще вас беспокоит, или что-нибудь еще вы хотите мне сказать, позволяет получить дополнительную информацию. И с одной стороны, это позволяет нам не пропустить важные моменты, а с другой стороны, пациент спокоен, поскольку он убедился, что он все сказал доктору, все, что хотел. И очень важно на этапе определения причины обращения, выяснение информации, что данный цикл можно повторять несколько раз до того момента, когда мы получили всю информацию от пациента. Следующий шаг, после того, как мы поприветствовали пациента, определили его причину обращения, необходимо собрать анамнез, или собрать информацию о пациенте. Нам необходимо получить информацию и сделать так, чтобы она была наиболее полной и точной, продолжить выстраивать доведительные отношения, которые мы уже начали создавать на этапе начала медицинской консультации, и также продолжать структурировать нашу беседу. Традиционная модель сбора анамнеза, которая существует в клинической медицине, наверное, с начала 19 века и зародилась во Франции, подразумевает, что мы выясняем проблемы пациента, жалобы, собираем анамнез болезни, анамнез жизни, семейный анамнез и прочую медицинскую информацию. С 50-х годов 20 века эта модель дополнилась другими параметрами, которые нам тоже нужно знать о пациенте, а именно взгляд пациента на свое заболевание. И в 1986 году была предложена такая модель, как опыт болезни, которая подразумевает, что мы одновременно пациента узнаем как медицинскую информацию о его заболевании, состоянии, как оно развивалось, так и взгляд пациента, его идеи, тревоги и ожидания. Ведь очень часто бывает, что пациент обращается к нам не потому, что его беспокоит какой-то симптом или синдром, он обращается к нам, потому что его жизнь изменилась, и прежний стиль жизни, который он придерживался долгие годы, больше не может иметь места. И вот именно взгляд пациента, концепция ICE, IDS Concerned Expectations, именно отличает вот эту классическую модель сбора анамоза от современной биосоциальной модели сбора информации от пациента. Какие же навыки на этапе сбора информации можно использовать? Ну, прежде всего, это навык воронки вопросов, который представляет собой последовательность задавания вопросов. Это навык активного слушания, который позволяет нам получить больше информации и сделать ее наиболее точной. К навыкам активного слушания также относятся фасилитации. Это способы слушания, которые позволяют нам стимулировать рассказ пациента, особенно в тех случаях, когда наш пациент мало сообщает о себе и не хочет с нами коммуникации. И навык обобщения, который позволяет нам подытожить данный этап медицинской коммуникации. Воронка вопросов была допредложена в 1987 году исследователем Голдбергом и, по сути, подразумевает с собой использование последовательно сначала открытых вопросов, которые позволяют нам получить наибольший массив информации от пациента. Потом мы задаем уточняющие вопросы, которые предполагают более закрытый, ограниченный ответ. И только потом уточняющие закрытые вопросы, типа да или нет, на которые пациент может ответить либо да, либо нет. Например, на вопрос, испытываете ли вы головную боль по утрам пациент отвечает либо да, либо нет. И сложно что-то ответить по-другому. Следующий шаг, когда мы выяснили информацию о пациенте, нам необходимо разъяснить информацию, которую мы хотим ему рассказать. И задачами, которые стоят перед доктором, это прежде всего сделать так, чтобы та информация, которую мы сообщали, она была понятной, запоминающейся, чтобы она соответствовала потребностям пациента. И чтобы на этапе объяснения информации это не выглядело как врачебный монолог, где пациенты выступают в роли пассивного слушания. Все-таки это был диалог, который позволяет с одной стороны вовлечь пациента и с другой стороны совместно с ним принимать решения. Какие же навыки существуют на этом этапе? Ну, прежде всего, нам необходимо оценить начальные знания пациента о своей болезни, о своем диагнозе. Мы живем в эпоху интернет-технологий и очень многие болезни, симптомы и синдромы доступны для того, чтобы получить информацию об них в интернете. Другая проблема заключается в том, это достоверность источников, которые используют пациенты. И ряд пациентов используют достаточно достоверные источники, и врач выступает в качестве уже медицинского эксперта, который позволяет оценить, правильно ли пациент нашел информацию о своем заболевании или нет. Так, например, исследование, которое было проведено достаточно давно, в 2008 году, показало, что примерно 8 из 10 пациентов, которые первично обращаются к доктору, уже посмотрели информацию в интернете о своем диагнозе. Второе навык – это выяснение потребностей пациентов в информации. Нам нужно четко знать, что хочет знать пациент о своем заболевании, о своей проблеме. Бывает так, что пациент абсолютно ничего не хочет знать о своем заболевании, другие же пациенты хотят знать абсолютно все. И в тот момент, когда мы понимаем, что пациент относится ко второй когорте пациентов, которые не хотят ничего знать, нам нужно все равно с разрешения пациента сообщить ту важную информацию, которую мы считаем нужным донести пациенту. Ну, например, о вариантах лечения, их побочных эффектах и важных ограничениях, например, которые мы должны соблюдать при проведении пациентов лечения от онкологического заболевания. И навык дозирования информации и проверки понимания. В англоязычной литературе этот навык переводится как chunk and check, то есть откусываем и пережевываем. Данные, которые были проведены в результате опроса онкологических пациентов, говорят о том, что от 93 до 96% пациентов хотят знать абсолютно все о своем онкологическом диагнозе. Это точный диагноз, является ли он точно злокачественным опухолью или нет. Хочется знать информацию о прогнозе, шансов на излечение, все возможные варианты и все возможные побочные эффекты, которые может вызвать то или иное лечение. А также механизм действия того или иного лекарственного препарата, либо как поможет та или иная операция или метод лучевой терапии. В то же время большинство пациентов, около 87%, хотят мало того, что знать всю информацию о диагнозе, они хотят в 39% принимать решения вместе с своим лечащим врачом. То есть они хотят автономии настолько, чтобы активно участвовать в совместном принятии решений. Когда мы совместно принимаем решения с пациентом, то по данным исследованиям приверженность к тому плану, который мы вместе обсудили с пациентом, гораздо выше. Если мы будем, ежели мы будем придерживаться патроналистической модели, будем просто указывать пациенту, что делать. Да, безусловно, есть группа пациентов, но, как правило, их менее 10%, которые желают, чтобы доктор был таким проводником и сами хотят, чтобы доктор использовал патроналистическую модель. Но очень простой способ, как перевести патроналистическую модель в партнерские отношения, которые сейчас являются вообще трендом в современной медицине, необходимо спросить, какого уровня автономии пациент вообще желает желает относительно себя. Относительно того момента, когда мы обсуждаем варианты. Профессионизм доктора заключается прежде всего в знании фактов, поэтому лучше избегать каких-то использований абстрактных терминов, то есть лучше назвать примеры и конкретные цифры. Если же это сделать сложно, то назвать хотя бы примерные цифры. Лучше использовать какие-то один общий заменатель, либо доли, либо проценты. Но при этом данные пациологические исследования говорят о том, что абсолютные значения люди понимают лучше, нежели относительные показатели, как проценты. То есть вместо того, чтобы сказать, что у 10% пациентов возникают побочные эффекты от лечения, лучше сказать, что если мы возьмем 10 пациентов точно таких же, как и вы, то, к сожалению, у одного из 10 пациентов возникнут данные побочные эффекты, а у 9 из 10 все будет хорошо. Необходимо обсуждать как положительные, так и отрицательные стороны вариантов. Не нужно акцентироваться на что-то одно. Это позволяет пациенту лучше принимать участие в своем лечении и обеспечить понимание наглядными материалами. Потому что образование пациентов помогает докторам, в том числе медицинской коммуникации. Например, существуют различные медицинские калькуляторы, которые позволяют вам получить те или иные цифры. Например, если пациент спрашивает вас, доктор, какой мой прогноз, какая у меня выживаемость или сколько у меня осталось жить. Помимо того, что в ряде случаев это только эмоциональный вопрос, но если пациент хочет это знать, например, есть интернет-ресурс, называется Cancer Survival Rates, где вы можете посмотреть в зависимости от возраста пациентов, его диагноза, гистологического типа и получить приблизительную оценку прогноза для его состояния. Также есть мобильные приложения, например, приложение OncoAssist, которое содержит огромное количество медицинских калькуляторов, которые позволяют посчитать различные риски для пациентов и уже более точно оперировать цифрами. И использовать образовательный материал. Например, NCCN предлагает различные материалы для пациентов, в том числе огромное количество и российских профессиональных онкологических обществ представляет материал для пациентов, и они очень полезны для того, чтобы образовывать пациента, для того, чтобы сделать их полноправными участниками совместного принятия решений. Относительно совместного принятия решения есть ряд аббревиатур или ряд алгоритмов, которые используются. Например, есть такой алгоритм COD, который говорит о том, что у пациента есть выбор, у него есть варианты, и нам нужно вместе решить. Есть более продвинутый алгоритм, который называется Share Approach, который заключается в пятишаговом выполнении процедуры принятия решения. Для этого нам нужно попросить вообще согласие пациента на совместное принятие решения, помочь пациенту изучить доступные варианты лечения и их сравнить между собой, оценить вместе с пациентом ценности и предпочтения каждого из вариантов, непосредственно принять решение и оценить решение пациента, и самое главное — разработать подробный план и сделать путь пациента предсказуемым, чтобы был план А, что мы будем делать по результатам нашего совместного принятия решения и план Б, а что делать, если наш план А вдруг не получится. Кратко про плохие новости. Плохие новости в профессиональной карьере онколога — это, наверное, самые частые коммуникации, которые только может быть. И плохие новости, согласно определению 1984 года с британского медицинского журнала, это любая информация, которая может кардинально изменить взгляд пациента на свое будущее. Но важная оговорка, что, как правило, она окрашена в какой-то негативный эмоциональный оттенок. При этом при коммуникации и взаимодействии с пациентами плохие новости приходится иногда сообщать несколько раз. Это постановка онкологического диагноза, это обсуждение благоприятного прогноза, назначение интенсивного лечения, неудачные исходы лечения, серьезные побочные эффекты, прогрессирование заболеваний. И, наверное, самые сложные коммуникации, которые прекрасно обладают доктора, работающие в хосписах, и палиативной помощи, это, собственно, обсуждение варианта перехода на палиативное лечение и подготовка к концу жизни. И во всем мире наиболее такой простой протокол, который используется для, во-первых, сообщений плохих новостей, во-вторых, исследования того, как врачи сообщают плохие новости и обучение на специальных симуляционных тренингах, это протокол SPIX, который был опубликован в 2000 году исследователями из Университета Техаса и клиники онкологической медианды в Санкт-Канцер-Сентр, который располагается в городе Хьюстон, штат Техас. Очень важным моментом при сообщении плохих новостей, помимо того, что нельзя скрывать информацию и сообщать ее дозированно в соответствии с посредностями пациента, необходимо выражать эмпатию. И для эмпатию, несмотря на то, что это достаточно сложно, существует тоже алгоритм, как это можно сделать доктору. Для этого нужно назвать эмоцию, выразить ее понимание и нормализовать. То есть выразить то, что эта эмоция в такой же ситуации абсолютно нормальная. И оказать поддержку. Кратко про принципы обучения в медицинских работниках навыкам общения с пациентом. Во-первых, мы обучаем навыкам, которые меняют поведение. Поэтому это достаточно сложно. Необходимо использовать обучение, которое основано на проблемах ученика. Основной принцип андрогогики мы обучаем всегда по запросу. И метод экспериментального обучения. Это наблюдение, обратная связь от тренера и постоянные репетиции с обратной связью. Какие можно выбрать инструменты, необходимые для обучения? Это, прежде всего, использование видео и аудиозаписи реальных медицинских консультаций. Еще лучше, если они будут с комментариями эксперта в этой области. Можно обучаться, в принципе, на реальных пациентах. Но стандартом обучения это специальные тренинги с так называемым симулированным или стандартизированным пациентом. Специально обученный человек, актер, который, во-первых, правильно реагирует на те навыки общения, которые применяет доктор, а, во-вторых, и делает это максимально реалистично. Обучение проводится с использованием специального обучающего алгоритма, который называется ELOBE. Если коротко, то мы сначала настраиваем нашу симуляционную группу. Как правило обучения, происходит симулированным пациентом в малых группах от 6 до 8 человек. Все, что больше, как правило, неэффективно. Настраиваем нашу экспериментальную медицинскую консультацию. Для этого нам нужно определить сценарий, который мы будем изучать. Лучше, если это будет сценарий, который подготовил сам доктор, который пришел на обучение, поскольку для него это будет наиболее комфортно, и он может использовать те содержательные навыки общения, к которым он привык. Например, очень сложно доктору, специалисту по нейроонкологии, например, обсуждать варианты лечения рака желудка. Для него это просто непривычно. Безусловно, он может. Необходимо делать фокус на определенном этапе консультации. То есть в одну симуляцию очень сложно тренировать и навыки приветствия, и навыки сбора анамнеза, и навыки объяснения информации. Обязательно нужна безопасная среда для того, чтобы каждый участник тренинга чувствовал себя защищенно и комфортно, что все участники хотят только добра и новых знаний. Определение первичной повестки ученика достигается при помощи обычных вопросов. Например, какие навыки вы хотели бы потренировать, какие трудности вы испытываете при общении с пациентами, или какую обратную связь вы хотели бы получить. Вот на данном слайде, например, это мой запрос, когда я обучался на преподавателя в Нидерландах по науке общения с пациентами. Мой запрос был о том, что я хочу научиться создавать программы по обучению, науке общения с пациентом для врачей, ординаторов и обучения в малых группах. Подготовка к наблюдению заключается в том, что когда мы создаем вот этот симуляционный тренинг, где один доктор выступает в качестве ученика и симулированный пациент в роли пациента, которому подготовили вам к сценарии, нам необходимо для группы дать задание, правило, раздать задачи для всех участников и поощрять к заметкам. Наблюдение за поведением как вербальным, так и невербальным пациента и врача. А симуляции проходят следующим образом, то есть группа и тренер наблюдают за происходящим и при этом дают обратную связь. Описательная обратная связь является основой обучения. Во-первых, она должна всегда быть по запросу. Она не должна осуждать и направлена к поведению человека, а не к личности. То есть она должна быть доброжелательная и специфичная, то есть направлена на какой-то конкретный момент консультации или на какой-то конкретный навык. И после того, как мы это все сделали, мы повторяем нашу медицинскую консультацию с комментариями, пожеланиями тренинга или учебной группы. Какие проблемы? Основные проблемы это как оценить эффективность обучения, как осуществить перенос знаний в практику, несмотря на то, что мы проходим обучение в симулированных условиях, и как использовать навыки на организационном уровне. В соответствии с классификацией Кикпатрика есть несколько уровней освоения проблемы, когда мы оцениваем просто свои ощущения, оцениваем знания, навыки и эффективность, которые принесли нашу знанию в организацию. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.